Всем привет! Сегодня с утра решил поехать к зданию Черкасской обладминистрации. Ожидалось прибытие Зеленского. В город он прибыл вчера вечером. Активисты нас в корпусе ждали его около гостиницы Украина, но ждали тщетно. Он как-то проник в гостиницу с иного входа, не с центрального. Ну, как я понял. И вот сегодня они в полдесятого тоже там собрались. Наверное, их было там человек сорок. И плюс еще, наверное, человек 10, не знаю, журналисты. Это были не журналисты. Вот. Зеленский приехал в начале 11-го. Следовал он в Гелике в сопровождении одной полицейской машины. Но эта пара машин сразу проследовала к тыльной части здания. То есть зашел он в здание не с парадного входа, а въехал в железные ворота, который находится на тыльной стороне обл. администрации. Ну, народ сразу с фасада побежал туда и начал выступление. Хотел и видеть Зеленского, Переселенка из Ордо. Вы не цар. Почуйте людей, цего домкласа, який тут, на твоей стороне. Не только те, кто там голосует, приезжают сюда за пенсиями, которые нас выводили на раздрел. Выйдите сюда. Моя дитина отдавала житие тут, в своей стране. Чтоб я получала там в спину, что я, мать, фашиста. Выйдите до нас, будь ласка. Звал Зеленского и глава Черкасского отделения нацкорпуса Дмитро Кухарчук. Кстати, за него я голосовал на выборах в Раду, как за мажоритарщика. Но он, к сожалению, проиграл выборы представительницы «Слуги народа». Вова, вийди, будь ласка, до нас и дай ответ на вопросы, которые тебе хочет поставить украинский народ. Например, сколько ты получил денег от Путяна за то, что сейчас с Ермаком проводишь политику капитуляции. Например, как ты спишь после того, как Журавель три дни поранен, пролежал на покеренном солнце, а ты обещал взять ситуацию под особистым контролем и поехал в отпуск. Дай нам ответ на вопрос, почему твоя охрана в Днепре побила девчину и сломала ее ребро. Дай нам ответ на вопрос, почему ты ставишь губернатором Черкасщины Повстанского края губернатора-антимайданівця. Май в собі сміливість вийти до українців. Затем выступила несколько экзальтированная барышня, которую Зеленский забанил в Фейсбуке. Виктория Минайлова, я тебе обещала, что я подойду и посмотрю в твои лживые глаза. Ты лжешь. Ты подлизываешься под всех тех, кто в контакте тебе лижет одно место и ругает Украину. Ты привык к этому. И в Фейсбуке ты к этому привык. Вчера в Днепре, в моем родном городе, в городе моего детства, где мой дед Минайлов Иван строил металлургический завод, к тебе подошли две девушки. И ты нагло, нагло прошел, когда твои амбалы избивали их, одной сломали ребром. Ты это видел? У тебя есть дочь, у тебя есть жена. Ты не думаешь, что могут и с ними так поступить, когда закончится твоя конденция. Ты трус. Ты с Циклового. Понял, кто ты? Ты не президент. Ты так как был артистом, так и остался. Никогда ты не станешь отцом нации. И есть в Шевченко хорошие слова. Ненача, суки, скобылявы, жиды слыгалы с москалявы. Вот это сейчас в Украине у нас. Ну а потом случилось то, что может быть, наверное, только в Украине. Вот я за такое и люблю эту страну. Высовывается мужик из окна. Зовет Диму Кухарчука. На метро ты где? И типа, что вы тут кричите? Народ активно перемещается вновь к центральному входу и все начинается по новой. Мы тут собралися, чтобы поставить тебе несколько вопросов. Само относительно той политики капитуляции, которую ты впроваджуешь. Я думаю, тебе известно, из дерева массовой информации, особенно ты про это точно никак не узнал, что сегодня в Украине 6 лет лет до войны. Я думаю, где-то в перерывах, чем твоими отведениями ничных клубов кокаиновой Малваре, ты где-то там должен был понимать, что не знаете. Это в конце у меня мужик спрашивает, подошел, говорит, а кому он это все говорит? Ну, Кухарчук кому это все говорит? Ну, а потом Зеленскому Кухарчук поставил песню. Ну, песню мы присвячем тебе. На носки носить сандали Шоколадные метали Силу власти вертикали Очень любит наш народ Яйца с курочкой в дорогу Из-под крана выпить воду Рассказать о жизни Богу Любит наш народ Любит наш народ Всякое говно Всякое говно Любит наш народ Ну, народ еще где-то часа полтора стоял и ждал. Я иногда подходил к заднему этому входу. Там тоже несколько ребят дежурили И стояла эта женщина-переселенка Разговаривала с полицейскими Там свою историю рассказывала Ну, там, конечно Действительно Дела у переселенцев не очень хороши Судя по ее рассказу Я думаю, что Ну, не то, что думаю Уверен, что она говорит правду Вот Ну, и потом Пришло сообщение Что Зеленский все-таки покинул Также обл. администрацию То есть выехал Не знаю Смогла ли переселенка Остановить машину И с ним пообщаться Ну, наверное Вряд ли Вот Так что президента К сожалению Увидеть Сегодня не удалось